Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать матчи перед турниром Wimbledon, и на очереди у нас интересный полуфинальный матч в Истбурне, где мы разберем битву между Хадет Майей и Петерин Квитовой. Если честно, я в шоке с котировок, которые дали этот матч, потому что, ну, уж никак я не ожидал, что изначально Петер выставят небольшим аутсайдером этого матча, хотя еще совсем недавно на очном противостоянии на другом турнире явной фавориткой была, разумеется, Петерин Квитова. Но кто же думал, что у Хадет Майей так пора прет, и она будет играть три турнира подряд, не проигрывая. Да, конечно, местами в Братисской Тренисистке видела, что где-то соперница вообще не явка была, где-то просто она снималась по ходу матча, то есть были такие промежутки отдыха, но все равно, и честно, я просто не понимаю, откуда у Братисской Тренисистки реально столько сил и энергии. Видно, что в таком кураже находится, и, возможно, этот вот кураж и помогает ей в плане выносливости, потому что, ну, физуха у неё и правда классная, тут ничего не скажу я. Но, тем не менее, я считаю, что так кардинально меняются котировки, потому что Петерин Квитова сама неплохо смотрится на этом турнире. Да, они без грехов, видно, что еще не все в порядке в плане точности, в плане стабильности, но это все равно значительно лучше, чем то, что было в целом по сезону у Чешской Тренисистки. Это будет и правда неудачно, и вот она буквально уже в одном матче от финала на травяном турнире, и именно оторва по факту одно из самых успешных покрытий для Квита, ведь она дважды побеждала на турнире Wimbledon. Подача у Чешки, в принципе, идет по этому турниру неплохо, хорошо играла на своих геймах, и в целом играла достаточно четко и без большого количества невынужденных ошибок. Ну и плюс Квитова однозначно будет мотивирована, потому что поиграть дважды прошли подряд одной и той же Тренисистки, которая, ну, по факту ниже тебя классом, гораздо менее опытная. Это, ну, будет непростительно, думаю, для Петры, так что я жду полной отдачи от него. Ну и все-таки уже пора как-то остановиться ходе от Майи, я думаю, что ей лучше хотя бы немного отдохнуть перед Вымблдоном, если она не хочет вылезти в первом же раунде, потому что иначе, ну, уже подозрения возникнут в ее чистоте организма, если она будет только играть без отдыха и перерывов. Поэтому в этом матче я ставлю на победу Петре Квитовой. Ну а что думаете вы, друзья, по данному матче пишите в комментариях. Также не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, где я буду на регулярной основе проводить стримы во время Вымблдона и не только. Ну и также не забудьте подписаться на мой второй YouTube-канал, где я рассказываю о своей жизни, о том, чем увлекаюсь. Все ссылочки ищите в описании. Ну а я как всегда желаю всем здоровья, удачи, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!